В Гродненском государственном областном эколого-биологическом центре занимаются более 800 ребят, учащихся школ, города и даже дошколят. Здесь ребятам прививают основы экологичного отношения к окружающей среде, а также занимаются их творческим развитием. Итог творческого тандема ребят и педагогов превратился в поражающие своей красотой экспонаты выставки «Лед. Цветы. Фантазия». В рамках выставки всегда есть несколько номинаций. В этом году ребята творили на тему знаков зодиака – животного мира. Здесь обязательно надо было изобразить либо рыб, либо жуков. А также представили вариации на тему снежинок и произведения из кукурузы. Стоит отметить, что ребята под руководством педагогов смогли создать из такого овоща, как кукуруза, потрясает воображение. Жар птица или символ грядущего года бык сделаны полностью из кукурузы. Мы скручивали перышки кукурузы. Эта работа не очень трудная, но очень кропотливая. И на это ушло почти месяц. Наш кружок называется «Кастиль». Я уже хожу туда два года. Мне очень нравится, потому что мы там делаем из соломы, еще делаем декупажи, плетем из газетных трубочек. С кукурузой я работала первый раз, и мне очень понравилось. Мы засушивали сначала эту кукурузу, потом ее резали, потом клеили. Украшение со снежинками, которое создает настоящее новогоднее настроение, которым захотели бы украсить интерьер, самые именитые дизайнеры, создано также из природных материалов. Я просто рисовала картинку и увидела, как моя педагога делала красивую снежинку. И мне понравилось, и мне Ольга Витальевна разрешила помогать ей. Первые три работы я делала с помощью Ольги Витальевны, а потом уже получалось все самой. Эта работа сделана практически из вещественных природных материалов. Там есть сценария, тополь и каштан. Но традиционно в выставке представлены елки. Самые разные создать, которые способны только безграничное детское воображение. Мы ее создавали месяц, месяц-полтора. Ее создавали мы из большого шара, которого мы покрывали на этот шар. Потом мы тонкий пенопласт и покрывали его сосновыми иголками. Потом мы украшали его шиповником, мы украшали разновидности шишек, цветы засушенные. К слову, это выставка – часть республиканского конкурса. Их шесть лучших работ в каждой номинации будут представлять Гродничину на финале в столице. Требования к работам предъявляются строгие, но ребята всегда справляются и даже повышают уровень своих работ и всего конкурса. Работы все должны быть выполнены из природного материала. Допускается использование аксессуаров не более 20%. И хотелось бы отметить, что ежегодно уровень выполнения работ и уровень использования природных материалов становится высоким. То есть мы уже обращаем внимание на наши новогодние ели и на все флористические работы. И мы видим, что аксессуаров допускается уже не более 5%. И это радует, потому что мы считаем, что все флористические ели, все флористические объекты, они становятся альтернативой искусственных елок, где каждый может создать свой неповторимый арт-объект из всего того, что нас окружает. КОНЕЦ